Автор картин не называет себя художницей, она не профессионал. Честнее, как признается сама Татевик, назвать ее проектором души. Так, перед написанием некоторых работа на беседу и с человеком, которому будет посвящена эта картина, чтобы лучше его почувствовать. А что делать дальше с красками, открывается создателю в мистическом опыте. Получала достаточно большой отклик среди людей. Я видела, понимала, что действительно то, что я делаю, это нужно людям. И меня даже жизнь людей, и очень долго я вообще об этом не хотела говорить, потому что я считаю, что о сакральном громко говорить не надо. Это нечто такое, больше как таинство между владельцем картины и самим создателем. Зрители называют ее полотна волшебными. Например, автор говорит, что от прикосновения к этой работе можно забеременеть. Все шесть лет Татевик для нужного состояния в работе занимается йогой, медитациями и самопознанием. Чтобы понять чувства другого человека, нужно изучить свои. Она долгое время не представляла свое творчество на широкое обозрение. Несмотря на то, что у нее было много частных клиентов. И чем она меня впечатлила, это новый художник, который пропускает каждую картину через свою душу, направляя все свое искусство на исцеление других людей. Это авторский стиль, причем я вам могу сказать, что мои картины получили свидетельство о депонировании авторского права, государственного образца. Сюжеты все авторские, они приходят во время медитации, снов. Я вспомнила слова, которые Модельяне говорил о том, что «когда я познаю твою душу, я нарисую твои глаза». Сакральные символы автор не объясняет. Смысл работы детально раскрывает только тому, кому она посвящена. А некоторые произведения никогда не будут проданы, слишком личные. Окунуться в таинственный творческий мир автора можно на выставке. Она действует до 14 апреля. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.